Тюремный бизнес На прокате начала 90-х Быстренько прошелся по кинотеатрам Пару раз показали по кабельным каналам И все, а зря Ведь жанр тюремного фильма Хоть конечно и на любителя Но в этом случае его сплели с комедией Конечно не блестящий и не набитый приколами Но все-таки шутки и смешные моменты здесь присутствуют По сюжету Херби Альтман Подставлен махинациями акций Его боссом Комиссия по ценным бумагам и биржам Это вскрывает И все шишки сыпятся на доверчивого очкарика Уже находясь в тюрьме Он помогает одному из заключенных Успешно инвестировать свои деньги И вскоре Уже все сидельцы хотят его помощи И совета Как успешно разместить свои доллары Чтобы управлять всеми деньгами Херби создает компанию И управляет ею прямо из тюрьмы Под носом надзирателя и охранников Вскоре почти все заключенные Оказываются втянуты в работу Этой процветающей компании Но всевидящее око жадного хозяина тюрьмы Не спит Ведь он сразу заприметил талантливого торгаша Акциями Херби И спал и видел Как бы тот работал на него Ведь начальник этой тюрьмы Так любил деньги Что даже продал все деревообрабатывающие станки Он вообще продал практически все Что можно было продать Вплоть до того Что закупал самые дешевые и просроченные продукты Чтобы кормить ими заключенных А что дешево и сердито Начальник тюрьмы вообще считал своих заключенных отбросами О чем собственно и не забывал им постоянно напоминать В конце концов Херберту удалось убить двух зайцев сразу Поквитаться с подставившим его боссом И ткнуть в дерьмо лицом начальника тюрьмы Эту блестящую комедию сняли на студии Empire Pictures В Италии Да-да, в Италии Хотя по сюжету действие происходит в Соединенных Штатах А все дело в том, что продюсером этого фильма Являлся известный в узких кругах любителей хорроров И дешевой кинофантастики Мистер Чарльз Бенд Который, как мы все знаем В 80-х снимал честно Выпуская в прокат порой Очень даже себе ничего киноленты Которые многие из нас знают И частенько обсуждают Ну так вот В Италии уже спецрейсом И привезли практически всех ведущих актеров этого фильма Это и Малкольм Макдауэлл Исполнитель роли начальника тюряги Роберт Кэррадайн Сводный брат Дэвида Кэррадайна И естественно сын иконы фильмов ужасов Джона Кэррадайна Удивительный и неподражаемый Роди Пайпер Звезда ленты «Они среди нас» И невероятно харизматичный участник рестлинга Еще один харизматичный помощник злодея на подхвате Актер Рэндал Текскоп Киноартист второго плана И профессиональный боксер в жизни Ну и напоследок Известный всем на свете Майкл Уинслоу Человек, который может сымитировать звук чего угодно И по совместительству участник всех полицейских академий Америка всегда была одержима заработком денег Не зря говорят «страна возможностей» Одних она возвышает, других опускает на самое дно с забетонированными ногами Игра на бирже всегда вызывала трепет и вожделение большинства учащихся американских колледжей Надев белые воротнички, молодые люди, подстегиваемые кокаином и финансовыми новостями На перебой тянули руки вверх, покупая и продавая ценные бумаги Бросая под ноги устаревшую информацию И радостно шедшие отмечать успешные сделки после работы Оставляя после себя горы бумаги Которые несчастные, не окончившие колледж, спешно собирали Дабы с утра на бирже вновь молодые люди шли у друг друга по головам В надежде и жажде заполучить кабинет с угловым окном с видом на Таймсквер Тюремная биржа не сказать, чтобы дотягивала до уровня той же полицейской академии или чего-то подобного Но сделана она добротно Наивности, конечно, здесь хватает, но улыбнуться заставит вас непременно Уголовники из матерых прощелых и убийц превращаются в успешных брокеров в считанные дни Деньги текут рекой И поразмыслив преступными мозгами, парни решают вложиться в себя В свое образование и обустройство рабочих мест в тюрьме Купив с помощью хитроумной схемы оргтехнику Никакого распила и воровства Начальник же тюрьмы зловещий Словно крыса-алибинос, шипя, проклятие наблюдается стороны Ожидая момента отхватить лакомный кусочек Который почуял его опытный коррупционный нос Переплюнув чиновников некоторых стран в наглости и безнаказанности Директор решился в конце концов продать и саму тюрьму, принадлежащую Соединенным Штатам Уж так ему хотелось чемоданчика, набитого бумажками с американскими президентами Но сработала хитроумная ловушка героя Роберта Кэррадайна И злодеи, словно мотыльки в банке, беспомощно хлопают крыльями Которые с удовольствием им и подрежет американское правосудие Так как преступления, связанные с налогами Или, не дай бог, экономические аферы Караются там ой как строго В отличие от какой-нибудь другой страны Где коррупционер улыбается в домашнем заключении А голодного пенсионера, забывшего заплатить за копеечный йогурт Пиздят дубинками и заводят уголовное дело Абсурд и шизофрения Являясь фанатом американского рестлинга Я не без удовольствия наблюдал за игрой Роди Пайпера К моему сожалению, так рано ушедшего от нас Майкл Уинслоу также не подражаем и в этой комедии И, конечно же, здесь очень к месту его фирменные трюки-штуки Остается добавить, что в наметившейся тенденции Главы студии Full Moon Chaco Band Выпускать прошлые хиты на блюреях Остается все-таки загадкой Почему такой блистательный во всех отношениях фильм До сих пор болтается в сети в ужасающем качестве Тюремная биржа – одна из немногих кинокомедий На тюремную тематику Которую можно глянуть на досуге Откупорив пару-тройку бутылочек пивка И разворошив пакетик хрустящих чипсов Ну а прижать все это сверху Если останется еще пиво Можно кинокомедией Эрнест садится в тюрьму Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok